Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в реале он так и не стал своим футбол-спорт. Полночь 7, 28 февраля 2019 года ломаный испанский суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в реале он так и не стал своим. Гарет Бэйл фото, Франсуа Анну, Гетти Эмиджез. Этот футбольный сезон должен был стать сезоном Гарета Бэйла. Все к этому шло. Сперва Реал выиграл Лигу чемпионов благодаря дублю валийца, потом клуб покинул Криштиану Роналду, освободив позицию безоговорочного лидера команды. Ее и должен был занять Бэйл. Но спустя полгода форвард, за которого Реал в свое время выложил 100 миллионов евро, осел на скамейке запасных, настроив против себя и болельщиков, и журналистов. За неожиданным пике перспективного нападающего наблюдала лента.ру. Гол Гарета Бэйла в ворота Ливанти в последнем матче чемпионата Испании оказался менее важным, чем его реакция на него. Даром, что попадание Айту было победным. Форвард Реала уложил мяч в угол с пенальти, а затем грубо отмахнулся от партнера Лукаса Васкеса и побежал к центру поля. Будто пенальти его заставили бить в свои ворота. Впрочем, кажется Бэйл был бы не против. Испанская Мака изучила момент и сдобрила его инсайдами из клуба. И окружения игрока. Вывод краток и ясен. Бэйл зол. И повод на то у него есть. В 2019 году он выходил в стартовом составе Реала лишь в трех играх из девяти, а гол Ливанти стал за этот отрезок третьим для Валийца. Сам Форвард, разумеется, считает себя достойным места в старте. Так в чем его проблема? Бэйл против всех. По данным Мака, Гарет в первую очередь недоволен именно своими спортивными достижениями. Точнее, отношением тренера Реала к ним. Сантьяго Салари, постепенно приводящий Галактикос в порядок, предпочитает пару Венесиус Васкес на флангах атаки. В центре же стабильно играет Карим Бензема. Совсем юный бразилец наладил отличное игровое и человеческое взаимопонимание с опытным французом, и их дуэт кажется неразрывным. По крайней мере, по первым месяцам 2019-го. Да и сам Бэйл предпочитает играть на правом фланге, так что его прямой конкурент Лукас Васкес, 27-летний испанец, прошедший через систему молодежных команд Реала. В последние два года он был, скорее, на подхвате, но в конце 2018-го, начале 2019-го года прочно обосновался в основе команды. И Бэйл не может понять, почему. Гаррет Бэйл в финале Лиги Чемпионов 2018-го года фото Майкл Риган, Гетти Эмиджез. Валец полностью оправился от травмы, которую получил в январе, и теперь готов играть, но Салари выпускает его исключительно со скамейки. А Бэйл выходит и делает результат, все три гола в 2019-м он забил после замен, в том числе и последний в матче с Леванте. В этой связи недоумения игрока можно понять. Свою злость Гаррет, если и пытается скрыть, то делает это не слишком умело. Гол от Литика в недавнем дерби он отпраздновал неприличным жестом, приложив левую руку к изгибу правой. Королевская федерация футбола Испании, ВФ, всерьез рассчитывала его наказать, но все обошлось, дисциплинарный комитет не смог определить, в чью сторону был направлен жест. Если бы выяснилось, что Бэйл отправил его фанатам матросников, то он бы получил 12-матчевую дисквалификацию. По одному эпизоду было бы трудно судить о моральном состоянии Бэйла, но его выходка в матче с Леванте говорит о многом. Игрок не особо скрывал злость, когда скидывал руку Васкеса. Видимо, конкретно на испанцев аллеец зла не держит, хоть и конкурирует с ним за место на правом краю атаки. Он не в ладах в принципе сраздевал Кориала и особенно вратарем Тиба Куртуа и защитником Марсела. Он один такой. Марсела, старожил, выступающий за команду с 2007 года, в середине февраля разговаривался в интервью с бразильским телеканалом. Помимо того, что защитник вспомнил об уходе Криштиану Роналду, он рассказал и о человеке, который должен был заменить португальца, Абэйли. Гарет живет в Мадриде уже 6 лет и, по словам Марсела, за это время не выучил и пары слов на испанском с партнерами и он общается жестами. Новый герой. Бейлу 29 лет – это возраст футбольного расцвета. В мае 2018 он стал главным героем финала Лиги чемпионов, забив Ливеркулю дважды. А в июле Мадрид покинул Роналду.